МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Весной налоговая инспекция приступит к массовому расчету транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2019 год. Традиционно граждан интересуют, кому положены льготы на уплату. В этом году на них имеют право ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, граждане с инвалидностью 1-й и 2-й группы, пенсионеры и многодетные. Подробности далее. Налогоплательщикам, которые имеют право на предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу, в начале года рекомендуют обратиться в налоговую инспекцию. Весной сотрудники ведомства начнут оформление платежных документов за 2019 год. Поэтому, когда произойдет начисление налогов, желательно, чтобы льгота была учтена в полном объеме. Основные категории налогоплательщиков, которые имеют льготу, это являются пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи. Льготы по налогу на имущество физических лиц могут получить пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи на один объект собственности – квартиру, дом или гараж. Что касается земельного налога, то льготники имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. И транспортный налог. Данные категории указаны в законе о Нижегородской области. Пенсионеры у нас имеют льготу в размере 50%. Льгота представляется на одно транспортное средство, на легковые автомобили. Мощность автомобиля у нас включительно до 150 лошадей. Льготы в размере 100% на автомобиль имеют многодетные семьи. Родители, которые воспитывают ребенка-инвалида, и опекуны несовершеннолетних. Те, кто не имеет льгот, может воспользоваться новой услугой – единым налоговым платежом. Единый налоговый платеж является добровольным платежом. И это аналог электронного кошелька, куда налогоплательщик перечисляет денежные средства для уплаты имущественных налогов. После поступления этих денежных средств инспекция распределяет данные денежные средства в счет будущих платежей. Но данный способ не отменяет уплату имущественных налогов. Схема уплаты имущественных налогов остается прежней. Воспользоваться единым платежом могут те, кто, например, уезжает в отпуск или длительную командировку, чтобы не просрочить срок уплаты налогов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Цепочки, обручальные кольца и кольца с драгоценными камнями стали добычей грабителей, которые проникли в квартиру в одном из домов по улице Курчатова. Все изделия были из золота 585-й пробы. Украшения лежали в металлической шкатулке, которую вор также унес с собой. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Сотрудникам ГИБДД на минувшей неделе пришло сообщение из клинической больницы номер 50. Медики рассказали, что к ним обратилась пассажирка такси, которая попала в ДТП на перекрестке напротив дома номер 16 по улице Академика Харитона. Водитель 93-го года рождения, управляя машиной Кио Оптима, при повороте налево не занял крайнего левого положения на проезжей части, в результате чего при выполнении маневра поворот налево совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». В результате ДТП, вот эта вот гражданка, она была пассажиркой автомашины «Лада Гранта», получила телесные упреждения в виде ушиба грудной клетки и после осмотра врачом была отпущена домой. На улице Силкина дежурный патруль заметил машину, которая петляла по дороге. Правоохранители решили остановить водителя и убедиться, что он трезвый. Саровчанин увидел постовую машину с включенными проблесковыми маячками, испугался и попытался скрыться. На скорости молодой человек хотел преодолеть поворот на улице Александровича, но не справился с управлением и сбил знак пешеходного перехода и дерева. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. Мужчина был в сильном алкогольном опьянении. С 10 февраля вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, согласно которому справку о наличии или отсутствии судимости теперь нельзя будет получить в районных органах МВД. Граждане могут обратиться с заявлением лично, либо через своего полномочного представителя в многофункциональный центр по месту жительства, либо в информационный центр Главного управления МВД России по Нижегородской области по адресу город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 71. Кроме того, заявители могут обратиться с заявлением в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг. Полицейские призывают саровчан внимательнее относиться к операциям с картами через банкоматы. На прошлой неделе женщина пришла в торговый центр, чтобы положить 10 тысяч рублей на счет, но не выполнила все необходимые действия и ушла. Когда потерпевшая вернулась, денег в терминале уже не было. В Нижегородской области проходит сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Глава региона Глеб Никитин призвал жителей поддержать эту инициативу, подчеркнув заслуги горьковчан во время Великой Отечественной войны. Каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка были произведены в Горьком. Это заслуживает признания, написал губернатор в своем блоге в Инстаграм. Подписи собирают на сайте zanijny.rf. С момента запуска ресурса к проекту присоединился более 136 тысяч человек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Поступить на бюджет станет проще. В ближайшие три года российские вузы получат более 1 триллиона рублей. Деньги потратят на увеличение числа бюджетных мест для тех, кто успешно сдал выпускные экзамены. Министерство экономического развития уже подготовило соответствующие бумаги. Напомним, в послании федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем приоритетами должны стать региональные учебные заведения. В Сарове начали принимать заявки на участие в праздничной ярмарке «Масленица-2020». Она пройдет 1 марта в парке культуры и отдыха имени Зернова. Заявление об участии можно подать по адресу улица Давиденко, дом 9. Более подробной информации по телефону 53210. В Сарове пройдет «Атомиада-2020». Летняя спартакиада городов присутствия атомной отрасли стартует 14 мая. На протяжении 4 дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших в 8 видах спорта. Мини в футболе, настольном теннисе, гиревом спорте, плавании, легкой атлетике, бадминтоне, баскетболе и пляжном волейболе. Соревнования пройдут на площадках молодежного центра, спортивной школы «Икар», спорткомплекс «Арфиатсниф» и «Продубровом». Периодически в российских СМИ появляются новости о нападениях собак на людей. Часто жертвами становятся дети. Поведение животного основано на инстинктах. Его действия, как правило, всего лишь реакция на поступок человека. Как не вызвать агрессию собаки и не спровоцировать ее на нападение? Активисты клуба «Акбар» провели просветительскую акцию, рассказали горожанам правила поведения при общении с четвероногим другом. Знаете ли вы, как правильно вести себя с собакой? Такими словами жители Сарова встречали воспитанники клуба «Акбар» центра внешкольной работы. Ребята вышли на улицу города для того, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения с животными. Мы просто учим людей правилам содержания, правилам воспитания, вкратце. Людей именно, ну чаще всего собак. Вот. Сегодня вот, потому что проблема такая есть, что люди не знают, как общаться с животными. И чаще всего все покусы идут именно из-за того, что человек делает просто неправильно. Акция «Четвероногий друг» клуба «Акбар» стала традиционной. В этот раз ребята рассказали прохожим, почему нельзя подходить к собаке, когда у него маленькие щенки, и когда она ест. Что будет, если замахиваться на собак рукой или палкой, и почему нельзя дразнить животное и убегать от него. Чтобы не купать в какие-нибудь страшные ситуации, если там на себя собак нападет. Чтобы знать, как действовать. Следующие акции воспитанники клуба «Акбар» проведут в середине марта. Ребята расскажут горожанам, как обезопасить себя от укосов собак, и что нужно делать, если это произошло. Ирина Вышигородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Молниеносные атаки и точные передачи. Матч 14-го тура чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги принес еще одну победу в копилку саровчан. Соперником наших игроков стала команда Исечного. Встреча стала заключительной перед матчами четверть финала. Хоккейный клуб «Саров» набрал в чемпионате 23 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. 14 секунд. Именно столько понадобилось саровским хоккеистам, чтобы забросить первую шайбу в матче с командой Исеченова. Встреча, результаты которой не влияли на распределение мест в турнирной таблице, началась со стремительной атаки наших спортсменов. Еще одну шайбу они забросили через 5 минут. Потом снова гол в ворота гостей. На перерыв команды ушли со счетом 3-0. В первом периоде гости не смогли пробить защиту саровчан. В этот раз сеченовский клуб приехал не в полном составе. За команду гостей играло почти вдвое меньше спортсменов, чем у саровчан. По уважительным причинам, да, мы сегодня в очень высеченном составе приехали. Не то, что ряд ключевых, ключевых игроков не было у нас сегодня в составе. Но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят. Молодежь сегодня, им предоставилась, так сказать, возможность показать себя. Ответный гол сеченовцы смогли забить лишь в середине второго периода. Саровские спортсмены ответили серии атак. Практически вся вторая половина периода прошла у ворот гостей. Хоккеисты Сеченова не смогли выдержать натиск наших спортсменов. Саровчане забросили еще три шайбы, которые остались без ответа. Могу что сказать. Соперник может где-то сегодня чуть-чуть лояльно отнесется к нам, так как нас поменьше. Мне так показалось, за что им, конечно, спасибо большое. Лишь отдохнув перерывы перед третьим периодом, сеченовские хоккеисты пробили защиту хозяев льда и забросили вторую шайбу в этой игре. Саровчане больше ошибок не допускали и бросили все силы на атаку. В результате в ворота гостей забросили еще три шайбы. Последняя оказалась в воротах соперника за 18 секунд до конца матча. Итоговый счет на табло 9-2. Можно было, конечно, сейчас здесь наругаться и было бы 20, но зачем обижать ребят. То есть они, спасибо им большое, что они хотя бы восьмером и то приезжают. Основные игры чемпионата области по хоккею высшей лиги завершились. Саровчане в этом сезоне набрали 23 очка и занимают четвертую строчку у турнирной таблицы. Теперь команды будут бороться за выход в финал. Вача играла вне зачета, она не попадает в плей-офф. И восьмая команда, на данный момент Турень, она вылетает. Остаются шесть команд. Второе и третье место автоматом идет в полуфинал. А четвертый седьмым, пятый и шестым разыгрывают выход в полуфинал. Первую игру в рамках плей-офф наши спортсмены проведут 22 февраля. На своем льду они примут команду Иссеченова. Вторая пара, которая скрестит клюшки в четверть в финале, «Хоккейный клуб Павлова» и «Борский кварц». Елена Горецкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Праздничное настроение в День влюбленных. Торговый центр «Галактика» провел для саровчан фестиваль, на котором гостей ждал розыгрыш призов от магазинов-партнеров, дегустация блюд и зажигательные конкурсы. Также посетители смогли сфотографироваться с ростовыми куклами и принять участие в беспроигрышной лотереи. Подарить праздничное настроение горожанам в День Святого Валентина. Такую цель поставили перед собой арендаторы торгового центра «Галактика», когда решили провести первый в истории ТЦ фестиваль «Галактика-фест». Малышей развлекали аниматоры в костюмах ростовых кукол, а их родители в это время участвовали в розыгрышах призов. Мы хотим поднять рейтинг нашего торгового центра. Он сейчас развивается с новой силой. И мы планируем, что это станет местом, где люди смогут отдохнуть и приятно провести время, а также сделать великолепные покупки. Свою лепту в праздник внесли руководители 14 магазинов и отделов «Галактики». Все они разыграли среди посетителей праздника купоны на скидку. Также горожанам предлагали продегустировать продукцию. Блюдо японской кухни на выбор представил суши-маркет «Суши-ролик». А пекарня с Добушка приглашала попробовать вкусные и полезные хлебцы. Самая главная наша фишка – это в бездрожжевом хлебе. Ну, понятно, что выпечка у нас всегда свежая, всегда с пылу и жару. То есть, причем мы сегодня, все из натуральных продуктов. Свои призы подготовили детские магазины «Соровчата.ру» и «Наш малыш». Молодые родители получили скидочные купоны, которые они могут потратить на покупку аксессуаров, одежды, мебели и игрушек для маленьких детей. Также сюрпризы посетителям «Галактики» сделал салон свадебных и вечерних платьев «Дресс фу Хэппинес». Магазин нижнего белья и домашней одежды «Виктория». Единственный в городе салон мужской одежды «Большие люди» и швейная мастерская «Стиль». Приятные скидки на процедуры сделал будущим клиентам салон «Красоты Леру». Самое главное, на что сделан акцент, мы первые в городе, кто предоставляет услугу в 4-6 труб. То есть в комфортабельных креслах вы можете получить одновременно услугу в 4-6 труб. То есть, например, наращивание ресниц, маникюр и педикюр. Все это экономит очень время. Также свой вклад в создание праздничного настроения внесли «Центр Эйвен», «Фитнес-клуб», «Галакси Фитнес» и «Студия Ногтей Сорока». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.